Новая хоккейная коробка и раздевалки в едином стиле, баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, видеонаблюдение и дополнительное освещение. Такой должна стать обновленная площадка «Сокола» на территории Центра внешкольной работы. Депутаты Петр Смирнов и Александр Тихонов решили провести выездную инспекцию, потому как судьба социального объекта на фоне других городских долгостроев волнует саровчан не меньше. Подрядчик уже уложил газовый футляр, частично закупил оборудование – резиновое бесшовное покрытие с материалами для его укладки. Пришлось собирать подпорную стенку, которая не по проекту, значит, у нас немножко с отметками, тоже не попал в проектную документацию. И будем укладывать уже готовые основания, то есть дальше щебенка, резиновое покрытие и монтаж бортов непосредственно в хоккейную коробку. Работы проводит ООО «Спецсантех». Общая стоимость работы около 20 миллионов рублей. По словам руководителя организации, с людьми и техникой проблем нет. Сложности в строительстве возникают традиционно из-за недостатка финансов. Все авансовые деньги уже потрачены, и сейчас подрядчику приходится вкладывать собственные средства для закупок. Когда заходили на закупку, невнимательно посмотрели условия контракта, там единоразовый платеж, то есть мы должны за собственные средства построить объект за 20 миллионов рублей, имея при этом 5 миллионов авансов. Но для нас это определенные сложности вызвали. Мы думали, сейчас там промежуточные закрытия, какие-то работы будем закрывать. Футляр газовый 2 миллиона, покупка резины, все, 5 нет авансов, денег больше нет. Строим за свои, с других объектов придергиваем. Но вроде сутка сейчас все наладилась, сезон пошел, другие заказчики платят. Сейчас процесс идет активно достаточно. Подрядчик обращался к заказчику с просьбой изменить условия контракта, на что получил отказ. Сейчас он пытается увеличить авансовый платеж. Депутаты планируют обратиться к главе города, чтобы корректировка типа финансирования стала возможной. На данный момент выполнено около 20% от всего объема работ. Сейчас строители ремонтируют подпорную стенку, занимаются планировкой песчаного основания и укладкой кабеля для видеонаблюдения. Сдать объект в эксплуатацию специалисты должны к концу года. По словам Александра Антонова, при достаточном финансировании уложить резиновое покрытие строители постараются в конце августа. После этого останется только монтаж оборудования, который займет 2-3 недели. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.